SCP-660. Глиняная матка. Класс объекта безопасный. Особые слои содержания. SCP-660 содержится в стандартном сейфе в хранилище особо ценных предметов зоны 19. Горловина объекта должна быть закрыта диском из инертного оргстекла и опечатана защитными лентами. О любых признаках вскрытия следует сообщить сотруднику второго уровня допуска или выше. SCP-660 может быть извлечен для тестирования и исследования с письменного утверждения сотрудника уровня допуска 3 или выше. Описание. SCP-660 представляет собой неглазурированную фаянсовую урну неправильной формы размерами 41 на 67 см с отверстием 22,6 см в диаметре, весом 12,4 кг. Материал SCP-660 имеет менее пористую структуру, чем аналогичные сорта фаянса. Однако водонепроницаем. Несмотря на неглазированность, минералогический анализ внешней поверхности SCP-660 показал, что она содержит 25% пластичной глины, 28% коалина, 32% кварца и 15% полевого шпата, что соответствует обычному составу большинства керамических глин. Внутренняя сторона SCP-660 покрыта высушенной хлопьевидной смесью на вид, состоящий из темной грязи и растительного вещества. Дальнейший анализ показал, что высушенное вещество на внутренней поверхности включает ткани матки млекопитающих, похожие на эндометрии человека. Тем не менее, анализ ДНК с использованием методик полимеразной цепной реакции и короткой тандемной репликации показал данные удалены. SCP-660 был обнаружен во время археологических раскопок в Оссекреченном, в захоронении вместе с рядом других обычных артефактов. Печать из пчелиного воска, закрывающая устье SCP-660, была выбита в процессе извлечения. Под ней был обнаружен мумифицированный человеческий зародыш. Примерно на четвертом месяце развития примечательная степень сохранности образца была первоначально приписана примитивным методом бальзамирования и высокому содержанию солей, присутствующих в слоях Мергеля, в которых была обнаружена могила. Однако извлечение мумифицированного зародыша для тестирования привело к гибели нескольких исследователей в данной удалены, после данной удалены. В этот момент вмешался фонд, произведя локализацию и изъятие SCP-660 вместе с остальным содержимым раскопок. Записки покойного доктора Секречена были неизмеримо полезны при изоляции SCP-660 от остальных артефактов. Выжившие археологи обработаны амнезиаками класса А после получения фондом всех необходимых данных об SCP-660. SCP-660 способен сохранять все биологические ткани, запечатанные в нем в течение определенного времени. Кроме того, помещенные в него образцы сохраняют жизнеспособность до их извлечения. Тестирование с удаленными органами животных показало, что SCP-660 позволяет сохранять органы для трансплантации в течение неопределенного времени и вне соответствия с нормальными принципами современности трансплантантов. Доскональное изучение клеточных структур, взятых из сохранившихся органов, выявило аномально высокие темпы клеточной репликации. Однако несколько образцов дали положительный результат в тесте на наличие предраковых маркеров. Протокол экспериментов с SCP-660 с использованием человеческого материала Лабораторный отчет 660-А Состояние образца Лоскут кожи, взятый с левого бедра трупа сотрудника класса D До его планового устранения донор был здоров во всех отношениях Использование образца Ткань образца помещены в SCP-660 на 2 месяца Результат Ежедневная биопсия указывает на жизнеспособность образца После культивации инвитро образцов клеток, взятых из тканей трансплантанта, обнаружена предрасположенность к предраковым и раковым опухолям Лабораторный отчет 660-Б Состояние образца Лоскут кожи, взятый с левого бедра трупа другого сотрудника класса D До его планового устранения донор также был абсолютно здоров Использование образца ткани Ткани образца помещены в SCP-660 на 2 месяца После чего пересажены на туловище сотрудника класса D, пострадавшего от ожогов 2-3 степени Рецепиент получил сильные ожоги во время данной долины И считался отличным кандидатом для пересадки Поскольку его смерть была бы гарантирована без медицинского вмешательства Результат Пересадка тканей прошла без осложнений Заживление шло в соответствии с обычными фазами сращивания Ингибированной иммунной сывороткой и ревоскулиризацией Тем не менее, как это нередко бывает в случае с тяжелыми ожогами Нарушение кожного барьера привело к заражению И в конечном итоге к фатальному септическому шоку Вскрытие анализа показали, что пересаженная кожа В полной мере восстановила бы гистологическую структуру и функции Если бы реципиент выжил Лабораторная очередь 660-С Состояние образца Правая рука потерянная при травматической ампутации чуть ниже локтя Использование образца Сотрудник класса D был тяжело ранен во время инцидента с участием осипил секречно Потерянная конечность была извлечена в рамках операции зачистки Субъект не пережил бы немедленную операцию По присоединению конечностей из-за других травм, связанных с тяжелым повреждением сосудов Оторванная конечность сохранена в СП-660 с целью сохранить жизнеспособность тканей Результат Правая рука успешно пришита прежнему владельцу после 15 часов хирургического и микрохирургической операции Субъект сообщил о возвращении чувствительности к пальцам в пальцах правой руки Вопреки неблагоприятным прогнозам связи со тяжелым разрывом тканей и повреждением нервов При начальной травме Поскольку биопсия показала практическое отсутствие предраковых клеток Доктор Секречно предположил наличие загрязнения в предыдущих клеточных культурах Пересадка признана предварительно успешной Сотрудник класса D остается в реабилитационной терапии Его устранение отложено на неопределенный срок, пока не будут получены окончательные результаты Приложение Все опыты с SCP-660 над людьми приостановлены в связи со внезапной смертью сотрудника класса D Секречно-D От тератомы со злокачественной трансформацией Мне приходилось уже видеть фетус ин фету и раньше Но никогда еще они не пытались схватить мой зонд во время посмертного вскрытия Доктор Секречно Доктор Секречно-D